Мы начинаем с 4 марта 1917 года. На волне революционных настроений, связанных с событиями в Петрограде, в Киеве была создана Центральная Рада как представительный орган украинских политических и культурных организаций. Её руководитель Михаилу Грушевской, как признанный лидер российского украинства, изначально хотел сформировать Украину как автономию в Российской империи, наряду с царством польским и Великим княжеством финляндским. В апреле 1917 года, после Всеукраинского национального съезда, Центральная Рада взяла на себя ответственность за управление над территориями, где украинцы преобладали как этническое большинство. 10 июня 1917 года УЦР, Украинская Центральная Рада, провозгласила национально-территориальную автономию Украины в составе России. Через неделю был сформирован Генеральный секретариат, председателем которого стал Володимир Венченко. В результате последовавших переговоров был достигнут компромисс. Временное правительство признало возможность получения украиной автономии, а Центральная Рада обязалась самостоятельно, без решения Всероссийского учредительного собрания, автономию не вводить. 4 августа Временное правительство признало Генеральный секретариат местным органом этого же Временного правительства. УЦР собиралось взять контроль над пятью из девяти всех украинских губерний – Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской. Провозглашение Украинской Народной Республики 7 ноября 1917 года Украинская Центральная Рада приняла третий универсал, в котором провозглашалось создание Украинской Народной Республики в составе Российской Республики. Было заявлено о включении в состав ОНР территорий, большинство населения которых составляют украинцы. 20 ноября Советы начали договариваться с Австро-Немецким Блоком о переговорах в Брест-Литовске. Украина начала ориентироваться на поддержку Антанты. Лидеры УЦР начали готовиться выполнять обязательства перед Антантой. Это формирование национальной армии, но и между тем, УНР, провозглашенная одним актом, не имела правового статуса, при том, что еще Центральная Рада отказалась признавать Советскую Россию. Вскоре украинские лидеры открыли переговоры по закрытию своей территории как одного из фронтов Первой мировой войны. К началу зимы УНР и Донское правительство уже договорились о совместной борьбе против советской власти. Это закрытие советско-украинской границы, запрет экспорта хлеба и угля в Советскую Россию. Советско-украинский конфликт 26 ноября Совнарком РСФСР обвинил УЦР в воспрепятствии подавления Калединского мятежа. Советы начали готовиться к вооруженной борьбе с контрреволюцией Юга России. 4 декабря Совнарком отправил в Киев ультиматум со следующим посылом. Конечно, все народы должны освободиться от великорусского гнёта, и все нации должны быть независимы от России, и для этого им надо вступить в состав Советской России. Киев отверг требования и выдвинул свои условия – признание УНР, невмешательство во внутренние дела Украины и участие УНР в переговорах о мире. 8 декабря в Харьков прибыли эшелоны с красными отрядами и было завезено прабольшевистски настроенных людей. В Харькове назревали бои. 12 декабря 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика Советов. Тем временем в руководстве УНР были разноклассия. Премьер-министр Венныченко считал, что Петлюра разжигал ненависть к Советам. Венныченко выступал за расформирование армии и создание народной милиции. А Петлюра был категорически против. Разоружение также бы и касалось казачьих эшелонов, чему препятствовал Петлюра, говоря, что это будет очень полезно для Украины. Правительство УНР также понимало, что Украине придется сражаться не с сепаратистами в Харькове, а полностью со всей Советской Россией. На заседании правительства УНР выяснилось, что Украина не сможет дать отпор советским войскам. Венныченко не верил, что советские войска начали оккупировать Украину и настаивал на отведении украинских войск. А Симон Петлюра, наоборот, предлагал наступать на Харьков и Советов. 26 декабря Красные взяли и Екатерина Слава, а чуть позже Донецк и Мариуполь. 5 января советские войска взяли Одессу. Все эти операции привели к переходу к острой фазе борьбы за независимость Украины. Ночью 9 января 1918 года УЦР приняло 4-й универсал, который провозглашал УНР свободным государством украинского народа. Также в нем говорилось о том, что Украину и Россию надо зачистить от насланных из Петрограда наемников. 27 января под огромным натиском Советов Киев пал под красными. Украина, видя, что Антанта не обращает внимания на нее, начала переговоры с центральными державами. Еще 30 декабря 1917 года министр иностранных дел Австро-Венгрии признал Украину как государство. Возвращаемся к 27 января. В этот день Центральная Рада подписала мир с немцами. Германия и Австро-Венгрия вытесняют красных, а Украина должна будет поставлять пропитание в эти страны. Также Австро-Венгрия создала автономную украинскую область в Восточной Калиции. Германские войска в короткий срок заняли большую часть Украины, в том числе и Киев, куда вслед за ними вернулась и Центральная Рада. 3 марта 1918 года Центральные державы заключили мирный договор с Советской Россией, согласно которому РСФСР обязалась немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного Союза, и прекратить всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики. При этом границы между Россией и УНР определены не были. Разгон Центральной Рады 28 апреля 1918 года Центральная Рада была разогнана вошедшим в зал ее соседаний германским военным патрулем. Несколько ее должностных лиц были арестованы. Съезд передал верховную власть в стране Павлу Скоропальскому, провозглашенному Гетваном. Украинская Народная Республика была переименована в Украинскую державу. Центральная Рада объявлена распущенной. В Украине установился режим Гетманата. Вскоре Симон Петлюра попытался вернуть власть в стране в свои руки и начал борьбу со Скоропальским. Новая директория установила тесные отношения с другим государственным образованием украинцев Западноукраинской Народной Республикой, провозглашенной на населенных украинцами землях бывшей Австро-Венгерской Галиции и испытывавшей давление со стороны Польши. 1 декабря 1918 года делегаты директории из УНР подписали в городе Фастев предварительный договор об объединении обеих украинских республик в одно государство. А 22 января 1919 года в Киеве состоялось торжественное провозглашение акта об объединении УНР из УНР на федеративных началах. Акт из Луки Летом 1919 года, воспользовавшись начавшимся наступлением войск Деникина на Украину, войска директории совместно с формированиями ЗУНР перешли в контрнаступление, и 30 августа 1919 года одновременно с Белыми заняли Киев, но уже на следующий день были изнаны оттуда белогвардейцами. К концу октября петлюровцев разгромили по всей Украине, а глава ЗУНР Евген Петрушевич сумел сохранить власть. Петлюра бежал в Варшаву, где от имени директории 21 апреля 1920 года заключил договор с польским правительством о совместном контрнаступлении против Советской России. После завершения Советско-Польской войны и подписания мирного договора, УНР окончательно прекратила существование в качестве реального государственного образования. Ну а на этом все дорогие зрители, мне было крайне трудно работать над этим видео, и если оно вам понравилось, то я вас прошу поставить лайк и написать свое мнение о видео в комментарии. Ну а если вы хотите помочь каналу более действенно, то на экране и в описании вы сможете найти реквизиты, по которым вы сможете поддержать мою деятельность. Заранее говорю вам спасибо.